Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Как обещала, сейчас я покажу вам все всходы петунии, которые я посеяла вместе с вами разными способами. Сегодня 29 марта, я собрала их здесь вот все в кучку и сейчас начнем с самой ранней. Я сеяла методом простого посола по почве сухими семенами 7 марта первую партию. Потом ее распекировала в фазе двух семидолей. Вот эти растения у меня. Видите, у них уже настоящий лист. У некоторых по два настоящих листика лезет. Все они целые, живые, здоровые. Это вот простой посев. Те, которые остались от этого простого посева, тоже все вот они целенькие. И они немного укрупнились. Но те, которые распекированы, вы, наверное, заметили, они выглядят немного повзрослее. Потому что отдельно им все-таки лучше нравится расти в отдельных вот кассетках. Но так как мне много одного сорта не нужно, я вот распекировала всего часть. Остальная кассета у меня, видите, еще пустая. Сюда буду сейчас пекировать всходы с пеленки. Помните, сеяли еще на пеленку. Вот они они, всходы с пеленки. Те, которые я взяла с огорода, которые всю зиму простояли в семенных коробочках прямо на материнском кусту. Они, правда, дольше всходили, но зашли все равно хорошо. Видите, какие хорошие. Вот их сейчас нужно пинцетом брать, отделять и также вот сюда в кассету высаживать. Ничего сложного, принцип тот же самый. Сильно удивили посевы шприцем, мокрыми семенами. Помните, я неделю болела и думала, что... Ну, как обычно, считается, что петуня очень капризная. Загущенная, она долго не живет. Я сама всегда так думала. И раньше так было. Если густой сразу не рассадишь, они начинают падать. Я очень удивилась, когда после недели постельного режима я увидела вот эти вот буйные всходы. Не похожи они ни на больных. Конечно, они не упавшие, ничего. Вот их тоже нужно мне срочно пикировать. У них уже здесь, в этих загущенных посадках, вылез настоящий листик. Вон, видите, тут в такой рясной посадке, конечно, сложно заметить. Но я увидела, что у них не только семидуля, но и настоящий листик. Плохо взошли на снег. Очень редко. Вот. Я посадки на снег не очень люблю. Мне кажется, что им холодно. И плохо взошли гранулированные. Из 15 гранул как 3 взошли сразу, я вам уже показывала. Так и взошли. Так и все. Ну вот, опять же, анализируя все вот эти вот всходы, то, что они до сих пор не упали, то, что они все живые, все-таки я хочу, как сказать, присудить вот эту грунту, вот эту заслугу, мне кажется. Помните, я вначале говорила, что не смотрите, что у меня грунт такой неказистый, он весь в трещинах. Видите, вот. Простая полевая земля. Мне кажется, вот только из-за этого питунья моя чувствует себя так хорошо, потому что здесь нет никаких огородных инфекций, которые она могла бы подцепить, если бы я взяла, например, с огорода. Также покупной грунт. Я много лет пробовала в покупном, но у меня не получилось. Ни в таблетках, ни в покупном. Таблетки вообще, мне кажется, они суховатые. Особенно попались один раз с каким-то скокосовым, что ли, экстрактом. Мне не понравились лично. Но люди пользуются. И очень хорошо. На пеленке, конечно, там, где нет грунта, они еще... Им здесь питания не хватает на одной воде. Далеко не уедешь. И еще понравилось то, что мокрыми семенами, замоченными... Помните, я говорила, что в питательном растворе замачивалась шприцем? Это тоже дало хороший плюс. И вот эти вот мокрые семена, они выгодно смотрятся по сравнению с другими. Хотя они были сеяны... Сейчас я дату посмотрю, помню, на неделю позже, по-моему. Да, они были сеяны вот эти седьмого, эти пятнадцатого. Всходы совершенно одинаковые. Они и догнали, и видно, что они намного сильнее, как бы здоровее рассада. Вот все это обзор. Больше я не буду показывать, потому что теперь это пойдет у меня рутинная работа. Только пикировать, рассаживать их в отдельные стаканчики, в кассету. Сколько нужно, рассажу. Остальное отдам соседям, которые еще не умеют выращивать петунию. Кстати, петунию почему-то многие не могут вырастить, у них не получается. Я не знаю, в чем причина неудач. Вот я вам показала все-все шаги. Как я посыпала семена, как я их закрыла, как опрыскивала, что я с ними делала. Вот в результате вот такие посадки. Вся петуния живая, растет, расцветет, потом покажу. А, да, еще буду показывать, как я буду прищипывать и переваливать в большую тару. Вот из маленьких я потом буду в стаканчики. Все, до свидания. Так что пока я болела, петуния у меня выросла сама. Ничего не надо делать уже с ней. Пожалуйста, рассаживай и жди, когда зацветет. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Желаю всем научиться выращивать этот красивый, великолепный цветок. Ничего сложного в этом нет. Хороший грунт. Семена, главное, чтобы были схожие. И ежедневный уход. Все.